Всем привет! Это серия видео-онбординга Мастер Звей, внутреннего. Значит, в нем я расскажу немного о страничке самого пути. Это, пожалуй, самая главная страница приложений, в которой происходит все взаимодействие ментора и менти. Как на нее перейти? Давайте, значит, вы можете выступать здесь в рулях, как ментор, как ученик. В любом случае, скорее всего, для полноценного взаимодействия придется зарегистрироваться. И если у вас есть уже какой-то ученик, вы можете просто перейти на его путь, скажем так, кликнув на карточку, где будет отображена информация о пути. Но для того, чтобы получить расширенный доступ, давайте я в качестве демо просто создам новый путь. Это можно сделать, нажав на кнопку Create New Way в личном кабинете. Она создается, пусть создается всегда в папке OnWays на сегодня. После этого его можно будет добавить в любую из кастомных коллекций. В OnWays он останется не всегда, до тех пор, как вы его не удалите. Давайте создам. При клинике сразу перехожу на страницу нового пути. Он сейчас не заполнен, здесь ничего нет. Давайте крафт по предыдущим по всем интерактивным элементам данной страницы. Первый блок – это, по сути, блок информации о основном пути. Он достаточно большой. Тут есть название пути, о котором стоит подумать. По этому названию он будет отображаться в поиске. И, скорее всего, именно на нем будет застрянув внимание в поиске, куда он будет кому-то нужен. Дальше, для того, чтобы увеличить поиск и больше представить массово-уровневый, какие именно темы затрагивают данный путь, в ближайшее время добавим возможность добавлять теги для каждого пути. Это теги пути. У нас есть разные виды тегов. Позже остановитесь. Есть еще теги для отчетов, для работы в отчетах. Значит, теги для пути – это просто группа слов, которые как-то ассоциируются с данным пути. То есть это просто группа слов. Например, вы учите язык, и стоит назвать тогда, добавьте в теги, какие-нибудь по типу английский язык, обучение. Возможно, добавьте уровень, B2, что-нибудь необходимые слова. Опять-таки, это нужно в основном для того, чтобы облегчить поиск и больше представить высокую форму информации, а что для вас этот путь, чем он является. Дальше идет блок цели, в котором, по сути, описано, для чего путь нужен. Пробую здесь, как бы, просто много что-то написать. В принципе, это все может быть немножко по-разному выглядеть. Если цели на подниску и спрыгать сюда. Таким образом, данный блок поддерживает MD-формат. Сюда можно вставлять картинки, ссылки, списки и прочие вещи, которые поддерживают MD-формат. Даже таблички небольшие. Что может быть достаточно удобно. Кроме этого, на этом блоке есть кнопка для добавления в любимое. За что добавить, нужно просто на нее нажать. И действует удовлетворение о том, что добавлено. Любой путь предложения, публичный, или который вам доступен, вы можете добавить в любимое. И из любимых, чтобы убрать его, опять-таки, нужно просто повторно кликнуть на данную форму. Дальше здесь есть экшены, которые доступны для данного пути. Их тут достаточно много. Давайте по всем пробежимся. На самом деле, некоторые из них это динамические. Это прямо группа отдельно. Значит, на сути, мы можем сделать путь приватным или публичным. Статус приватности отображен здесь. Сейчас путь публичный, он доступен в глобальном поиске и на моей странице для всех. Если я сделаю его приватным, то путь пропадает и из глобального поиска, и на моей странице для всех, кроме меня и тех, ну, кроме владельца, и тех, кто является менторами этого пути. Идем дальше. Также можно повторить путь. Зачем это нужно? Иногда бывает, что вы хотите создать путь как такой шаблон. Например, заполнить цели, метрики, настройки каких-то там, приватности, возможно, еще что-то. Теги настройки для пути, для отчетов. И потом предложить этот путь с нескольким своим ученикам проходить. В будущем, возможно, будут добавляться еще какие-то планы, документы, сутки иногда. Это может быть удобно, использование такого пути, как шаблоны, для того, с чего можно начать обучение, скажем так. Так вот, при нажатии на кнопку Repeat the Way произойдет просто копирование всего этого пути к вам в личную коллекцию. Повторить можно, опять-таки, любой публичный путь, будет скопирована, по сути, вся шапка и будет создана пустая кодица отчетов. Идем дальше. Copy URL to Clipboard. По сути, эта кнопка нужна для ПВА-приложений, установленных на телефон. Если вы хотите, поделитесь ссылкой на данный путь с кем-то, для того, чтобы не мучиться с пурлом, так как приложения на телефонах в момент можно скопировать с отсюда. Дальше путь можно скопировать как PDF-ку. По сути, в PDF-ке сейчас предоставлена вся необходимая информация, она не сертификатурирована, будущее будем улучшать, сделать ее более красивой. Идея в том, что иногда не так удобно создать ссылку, как, например, иметь PDF-ку и иметь возможность распечатать ее в древней форме. Это можно будет сделать просто в скачах ее отсюда. Также, у каждого пользователя есть кастомная коллекция, и их любой путь, публичный, любой, можно добавить в кастомную коллекцию для быстрой навигации к нему. Это обычно могут быть какие-то классификации ваших учеников, а может быть просто любимые пути по каким-то темам, а может быть это именно ваш путь, и вы как-то хотите свои личные пути рассортировать. То есть, по сути, это нужно только для того, чтобы как-то можно было удобно пользоваться путями, если их у вас много. В самом начале, наверное, это не очень полезная кнопка, если у вас нет в коллекции. Так, идем дальше. Последняя кнопочка это удаление пути. Эта кнопка полностью удаляет все, что связано с этим путем, всю информацию, все отчеты, и его вернуть в виде нельзя. То есть, на нее можно взять один раз, в последовании вся информация будет утеряна. Так, идем дальше. Следующий блок метрики. Достаточно важный блок. По сути, здесь у нас можно просто воспринимать метрики, которые можно выполнять. От них зависит прогресс, то вам сколько пути выполнены. Каждая метрика при наведении ее показывает, когда она была выполнена. И таким образом можно будет в статистике отслеживать в будущем, как у вас прогресс продвигался в текущем пути. И, кроме этого, если вы выставляете все метрики, и у вас пути про 90%, то он считается пройденным до конца и отображается теперь в группе комплект завершенные, а не в группе микроблаз. И после того, как путь завершен, он не может быть уже заброшен, так как он уже завершен. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш путь отображался как в процессе, чтобы вы все видели, что вы заполняете, проходите, вам нужно, чтобы было не завершена хотя бы одна метрика. Так, метрики можно с другими кликом модифицировать, можно удалить, ну все, достаточно простой блок. Можно скрыть, иногда их бывает много, и они не все время нужны, скажем так, для наблюдений. Следующий блок, блок информации пути. Здесь, по сути, представлена информация о том, как у него сейчас старт в стоимости, также есть ссылка на владельца пути, если в пути есть ментора, то здесь будет ссылка на всех менторов текущих, и также если это не ваш путь, а чужой, чей-то, то вы можете как ментор добавиться к этому пути менторам, после чего получите дополнительную информацию о дополнительной возможности по модифицированию данного пути, вы получите возможность изменять клетки в таблице, что позволит вам взаимодействовать с вашим учеником или другим. Ментор это абстрактное название, ментор не обязательно тот ментор, это может быть просторовственник, наблюдатель, который, условно говоря, оказывает моральную поддержку, комментарий, или контролер, который, может быть, в теме не разбирается, но смотрит, чтобы человек, условно говоря, выполнял какую-то норму работы, учился, например, час в день языком. Вам не нужно национальный язык, чтобы убедиться в том, что человек учится в день, заходит, что-то делает, по отчетам это будет видно. Вот такой блок. Следующий блок тоже достаточно большой, его можно скрывать, так как он не всегда нужен, но он очень удобен для менторов. Здесь отображается статистика. Давайте, на сегодня как бы этот блок не имеет никаких настроек, в будущем они будут добавлены, для того, чтобы немножко упростить взаимодействие с ним. Сейчас здесь по сути отображено три периода за все время статистика, статистика за последние 30 дней, статистика за последние 7 дней. В нем отображены в каждом из периодов метрики, которые позволяют как-то оценить эффективность прохождения. В принципе, они говорят вместо сады для себя, то есть сколько дней пришло сначала, сколько всего было отчетов, сколько всего времени потрачено суммарно во всех отчетах, сколько потрачено в календарный день, а сколько в рабочий. Рабочий день считается день, когда вы создали отчет. Если вы отчет не создали, то его нельзя создать за предыдущее число. Может быть, только один отчетный день, потом мы перейдем еще чуть позже. Издавший вы заявленный отчет, количество рабочих дней увеличивается на день. Насчет календарных дней, как они считаются, это количество дней от первого отчета до последнего. То есть, если вы сделали в понедельник отчет, первый, а воскресенье последний, то это будет 7 календарных дней. Но если после этого прошла неделя и ни одного отчетного не сделано, путь будет считать, что у вас все равно 7 календарных дней пути. Возможно, вы, например, просто забыли отметить, что путь завершен. Так гораздо удобнее пользоваться статистикой. Идем дальше. также здесь указано, сколько всего закончено работ. По сути, такая как бы отсылка отсюда листит. И сколько в среднем на каждую работу тратите. Это удобно для того, чтобы посмотреть, насколько хорошо декомпозируются задачи в пути. Также здесь при добавлении новых каких-то job-данов будет управляться график, который отображает, сколько вы тратили время в течение данного периода каждого и как распределено ваше время по тегам. Тегам тоже узнаем, а потом, чуть позже, я начну задавать все эти вещи и покажу, как здесь исполняется информация. В ближнем будущем будем добавлять возможность настраивать, во-первых, отображаемые периоды, чтобы человек сам мог настроить, какие он периоды хочет здесь видеть и какие-то периоды. Возможно, кому-то больше полезно видеть два месяца и месяц, возможно, кому-то хочется не неделю, а две видеть. Плюс, не все характеристики нужны, плюс у нас есть статистика по каждому из тегов. Возможно, вам настолько детально статистика не нужна, возможно, вам не нужны какие-то графики. Тут тоже может быть много. Данная статистика будет настраиваться в всплывающем поп-апе, вам будет доступна вся, в принципе, статистика для наблюдения и также там будут присутствовать элементы для того, чтобы вывести необходимую статистику на данную страницу в этот блок. Думаю, что с ним все. Дальше идет блок с экшенами для непосредственных отчетов. Обычно у вас доступно, если это ваш путь, по сути, создание нового отчета и настройка тегов для уже не большее внимание не тегов пути, которые относятся к пути, а тегов для работы. Давайте, в чем с тегов работает. Например, я создам простой теория и практика для того, чтобы просто продемонстрировать, как они работают. После того, как вы их создали, они на страничке на самой не отображаются, но вы можете, нажав на кнопку Just Job Text, посмотреть, как его существует. В будущем здесь будет добавляться возможность добавить описание каждого тега, чтобы брать двусмысленность, а также выбрать цвет. Сейчас он выбирается рандомно из группы, если не ошибаюсь, 20 примерно цветов, которые контрастные достаточно, и цвет, по сути, зависит от того, какое слово здесь написано. То есть, по сути, это такая хэшпункция того, что написано в своем теге, поэтому, в принципе, надо теги могут быть одинакового цвета на сегодня, в будущем сделаем так, чтобы можно было вручную кинстраивать. Чуть позже про теги, как их добавлять, покажу. Покажется про этот блок, в нем также доступна раз в день кнопка Create New D-Report, создать новый отчет. Если вы пропускаете день, отчет недоступен, его за вчера, за вчера создать счет нельзя, только за сегодня. С нажатием на нее создается отчет, кнопка, соответственно, попадает. Новая будет доступна на следующие сутки. Она обновляется в 0.0 по UTC 0. Так, идем дальше. Если вы создали отчет, это самая главная, наверное, часть вообще в этом приложении этой таблицы, то вы планируете что-то в него записывать, то есть трекать ваш прогресс, для того, чтобы ментор мог своевременно вам давать какой-то фидбэк. Я постараюсь остановиться в двух словах на том, что и как здесь нужно писать. В каждом отчете, естественно, есть дата, когда он был создан и четыре колонки. Самая главная остановка на вашей колонке это Jobs Done. Очень важная колонка, в которой вы написали, пишите, какую работу сделали. В принципе, всегда можно написать, конечно же, все угодно. Добавлять к этой джобу можно с помощью ключика. Сразу она помечена тегом NoTags. Можно добавить несколько. Резодактирование доступно по двойному клику. На Ctrl-Enter она применяется и сохраняется. либо по Google, то есть клику в любое другое место. Значит, что здесь важно отметить? Очень часто для того, чтобы обучиться, вам нужно писать здесь информацию так, чтобы ментор мог ее использовать. И когда пишете, подумайте, как ментор ее использует, зачем вы пишете эту информацию, чем она может быть полезна. Очень хорошее для начала правило, как можно записывать джоб-дамы, такое. Они, во-первых, не должны повторяться, а во-вторых, они должны быть правильного уровня абстракции такого, чтобы было не слишком абстрактно, ну, например, учил английский язык, слишком абстрактно, но не слишком детально. То есть, возможно, не знаю, каждое новое слово, которое вы учили, нет смысла писать. Хотя, если вы именно практикуете обучение английского языка, например, через именно заучивание слов, возможный смысл указывать все слова, которые вы записали. Я бы рекомендовал обговорить этот вопрос с ментором и через некоторое время, через неделю, через две, еще раз обговорить и все время обговаривать. Хорошие отчеты, писать хорошие отчеты — это настоящее искусство, к которому нужно привыкнуть, это отдельный навык, к которому нужно научиться. Плохие отчеты будут бесполезны для обучения и никак не помогут ни вам, ни вашему ментору настроить ваше обучение. Немного об этом я писал на страничке «About our project», но вот эти вопросы, как заполнить отчет, рекомендую обратить на это быстрое внимание. Очень полезное информацию. Так, идем дальше. Что здесь можно еще сделать? Отчеты можете создавать как сам владелец пути как и ментор. Например, если вы хотите из-за своего ученика что-то там заполнить, можете помочь ему в первые разы, когда вы провели какое-то занятие, записать за него, что произошло. Также здесь в каждом отчете доступно управление тегами, то есть вы можете на каждую из отчетов повесить какой-то тег или не в тег. Давайте я повешу на первый один, а на второй два таким образом. И вы видите, когда я добавляю вот эти теги, уже началась настистика немного заполняться. Давайте я еще добавлю время. У нас время сейчас обозначается минутом. Мы, кстати, указали здесь примерно для бута. Точно так, что-то многое. Под иному клику открывается режим редактирования. Можно на стрелочках выставить нужное время, можно написать 20 минут на это потратить. После того, как вы выставите первое время, появятся уже первые графики, которые будут отображать сколько времени потратили. Они пока что не очень информативные, потому что у вас нет для сравнения других никаких цифр. но по мере заполнения отчетов графики предоставляют неплохой такой обзор того, что у вас происходит. Вы можете посмотреть, насколько сбалансирована ваша работа и также насколько стабильно вы занимаетесь, насколько много у вас перерывов, какая вообще динамика в плане траты времени и так далее. Что ж, конечно же, каждую из каждого из учетов можно удалить, нажав на иконку дарит. И, конечно же, для каждого дня рассчитывается суммарное время, сколько всего потрачено было на каждую из этих тегов в отдельности, а также вместе. Существует статистика, для каждого тега две сейчас характеристики, это сколько всего у нас джогов было создано, в данном случае например на практику два и на теорию один. Считается, может быть, кажется, что немного странно, но по сути формально это правильная статистика. Возможно, мы очень добавим подописания или разные возможности отчета этой статистики, потому что, конечно, немного может заводить, смущать то, что количество этих сто процентов а этих пятьдесят, но имеется в виду, что количество здесь считается таким образом количество тегов разделенное на количество всего работы. То есть, если у вас всего три тега, но работы две, то у вас все сто процентов работ это практика. Примерно такой расчет, такая логика. Идем дальше. Следующая колонка плана. Эта колонка позволяет вам по сути в конце дня обычно или в начале или вместе с ментором спланировать, что вы будете делать в ближайшее время. Это не обязательно планы завтра. Это может быть план на ближайший день или два или три, но обычно не на месяц. Именно долгосрочные планы, которые там на месяц, на два, которые касаются всего пути, это по факту ваши метрики. Сами планы то есть это стратегический такой момент. Сами планы это оперативный момент. То есть вы сегодня что делаете и знаете, что завтра будете что делать или хотите сделать в ближайшее самое время. Вот эта колонка при этом должен записать то, что вы будете делать в самые-самые ближайшие дни для того, чтобы ментор смог вас именно проверяя в нужный момент остановиться и сказать нет, это не делай ты на это уже потратил достаточно времени или скорректировать и сказать вместо этого сделает что-нибудь другое сейчас, а это сделает что-то. Вот такая полезная кулонка. По сути, каждый план это тот же самый job, та же самая работа, тот же самый тег есть здесь, но появляется парочка дополнительных элементов. Первое это имя. Каждый план может составлять не только учник, но и ментор. И для этого здесь показано, кто этот план создал. Возможно, удобнее так видеть, какие планы вас просят сделать ментор, какие вы сами себе ставите. Планы можно использовать как туду-лист, обычный. Заполнив заранее план, давайте здесь поставим на трассе знака, заполнив его заранее, вы можете потом не копировать его в job done, а просто нажать галочку, возникнуть в плачу-кно, позволяющую быстро модифицировать во-первых, сам план, а также время для эстимации и применить его к сегодняшнему отчету. То есть, по сути, это такая отсылка к туду-листу. Тоже может быть достаточно удобно. Идём дальше. Проблемы. Проблемы, в принципе, похожи на планы, но они несут такой более, чуть-чуть более глобальный смысл, чем план. Обычно проблема решается, если план решается за день-два, то проблема решается за там, дня три-три-неделю, может быть, две. Это не что-то такое прям супербольшое, такое, как метрика, но что-то между метрикой и между планами. Например, в английском языке может быть большой раздел какой-то, да. То есть, правило могло быть планом, проблема может быть разделом. А метрика может быть там, выполнение тестов по данному разделу на определенном уровне. Вот. Какие-то такие вещи. Или проблемой можно обозначать то, что является, как бы, достаточно абстрактным, что не является планом, например, подучить там управление там слепой печатью. То есть, она может быть некритическая, но если вы там много печатаете, там, одессонно занимаетесь, и там много приходится печатать, ладно, метром отсказать, что у вас есть, как бы, проблема, вы немного меньше печатаете. Это, как бы, напрямую не связано, возможно, даже с вашей целью, но это проблема, на которую стоит обратить внимание. Ее не так просто сделать как план. Это какая-то глобальная вещь. Также в проблемы можно записывать то, что вы уже сделали, более-менее глобального, важного, то, что вы, возможно, хотите поделиться с кем-то другим или отметить, как важную решенную проблему. Например, вы занимаетесь программированием и какой-то модуль сделали. То есть, это, как бы, не совершенно большая задачка, но это большой модуль, который можно указать в режиме как какая-то полезная вещь. Или потом вы можете преиспользоваться в это. А также, например, я использую проблемы для того, чтобы подчеркнуть какие-то особо важные моменты, когда я занимаюсь интерпланированием или анализом. Для того, чтобы потом, в будущем, когда я пытаюсь вспомнить что-то, я мог искать нужную информацию не в джокданах, не в планах, а в проблемах. В проблемах, наверное, самая редко заполненная наклонка, но это не значит, что она не важная. Очень важно, наверное, здесь просто уровень информации здесь максимально абстрактный всех планах. Итак, ну и последняя планка у нас это, по сути, комментарии. Комментарии достаточно простая сущность. Есть человек, который его ставил, есть, по сути, текст какой-то. Опять-таки, каждый из этих лечеек поддерживает МД-формат, который можно ставить в картинку или список, или ссылку, и все, что поддевает МД-формат, в том числе и таблицу. И, по сути, здесь просто можно общаться с учеником-мментаром вместе. В ближайшем будущем мы добавим нотификации на то, что отчет обновлен и сделаем так, чтобы данная таблица асинхронно обновлялась, чтобы можно было в реал-тайме здесь переписываться на кассментаром вместе с метром и использовать данную планку, ну, по сути, как, презент, такая, смена и локальная такая замена мастер-мжера, по сути, в приложении, для того, чтобы что-то не теряться. Также в комментариях удобно, какие-то локальные вещи подсказывают к ментеру, если бы сделали какое-то здание, все хорошо, вроде проблем нет, и планы сделали, но за этих сомнений, например. Это отличный метод, чтобы задать вопрос или уточнить что-то. Правильно ли у меня планы? Нормально ли я время трачу? Или там перед занятием с ментером можно заранее за то, что мы здесь сформулируем, например, у меня есть просьба проанализировать мою успеваемость или то, как я распределяю время или еще что-нибудь в том виде. В любом случае, комментарии – это максимально широкая вещь, в которой можно писать ну, вообще, все, что угодно, для любых целей, для своих или для ментора, и ментор вам тоже здесь все, что угодно будет отвечать. Чаще всего, если ментор хочет прокомментировать одну из этих колонок, он вам напишет комментарии. Также, если вы будете ментором, если у вас есть когда вопрос к тому, как вы планы с учебой, то не стоит комментарий писать под планами, потому что тогда ваши комментарии, по сути, будут обижаться как план, который будет писать как южист, это не угломает семантику. Помните, можно здесь просто написать, что хочу отметить, про твой план номер 2, что он, может быть, улучшен в таком-то направлении. По крайней мере, я предполагаю это использование в таком ключе. Что ж, наверное, с этим все. Наверное, все. Что ж, всем тогда рад. Спасибо за внимание. Если какие-то будут вопросы, вас задавайте. Это последнее видео из группы видео по анбордингу. Что ж, всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok